Продолжение следует... была разработана в конце XIX в начале XX века. В ее основу легли результаты многочисленных экспериментов. Сегодня мы ознакомимся с основами классической электронной теории, еще иначе ее называют элементарная теория электропроводности металлов, и рассмотрим вывод закона Ома в дифференциальной форме. На основе этой теории. Каковы же основы классической электронной теории? Первое. Было установлено, что носители тока в металлах – это свободные электроны. Движение каждого электрона рассматривалось на основе законов Ньютона, а поведение всей совокупности электронов определялось законами классической статистики. В отсутствии электрического поля электроны двигались хаотически, а наложение электрического поля создавало направленное движение электронов, то есть дрейв, и дрейв электронов обуславливал электрический ток. Под действием электрического поля свободные электроны движутся направленно, увеличивая свою кинетическую энергию, которую они полностью передают ионам кристаллической решетки при соударении с ними. Итак, классическая электронная теория позволяет объяснить причину электрического сопротивления и выделения тепла в металлах при протекании в них тока. Прежде чем вывести закон Ома в дифференциальной форме из электронной теории, мы рассмотрим некоторые элементы классической статистики. Итак, как мы уже говорили, поведение электронного газа рассматривается как классический молекулярный газ. Вводится понятие средней скорости хаотического теплового движения. Она оказывается пропорционально корню из температуры. И при комнатных температурах ее величина достигает порядка 10 в пятый метр в секунду. Под действием электрического поля электроны движутся упорядоченно, и можно оценить среднюю скорость дрейфа, используя выражение для плотности тока. И если мы рассмотрим проводники, для которых максимальная допустимая плотность тока 10 в седьмой степени ампер на метр квадратный, концентрации порядка 10 в двадцать девятой степени в кубическом метре, при этом оказывается, что скорость направленного движения, то есть скорость дрейфа, не превышает миллиметра в секунду. Сравним тепловую скорость 10 в пятый метр в секунду и скорость направленного движения – миллиметр в секунду. Соударения электронов с ионами кристаллической решетки будут обуславливаться, конечно, тепловой скоростью, а скорость направленного движения обуславливает электрический ток в металлах. Ну а как же получается, что мы включаем прибор и сразу же у нас в цепи возникает электрический ток? Так вот, скорость распространения электрического поля составляет 3 на 10 восьмой метра в секунду, то есть распространяется электрическое поле со скоростью света. Теперь введем понятие длины свободного пробега, то есть расстояние между двумя последовательными соударениями свободных электронов с ионами кристаллической решетки. Длина свободного пробега будет сравнима с периодом кристаллической решетки. Следующая величина – Тау – это среднее время или среднее время свободного движения. То есть время, которое представляет собой промежуток времени между двумя последовательными ударами электрона и ионой кристаллической решетки. Ну и учтя рассмотренные нами величины, среднее значение тепловой скорости, среднюю скорость дрейфа, среднюю длину свободного пробега и, зная время свободного движения, мы можем приступить к выводу закона в дифференциальной форме. Для этого мы используем выражение для плотности тока, которое прямо пропорционально скорости направленного движения или скорости дрейфа. Мы говорили, что движение каждого электрона подчиняется законам классической механики. По второму закону Ньютона мы можем записать, что ускорение, которое получит электрон, прямо пропорционально действующей на него силе и обратно пропорционально массе. Перепишем силу как произведение заряда электрона на напряженность поля. Перед ударом айон-кристаллической решетки электрон достигает скорости, которую мы назовем максимальной скоростью. Она будет равна произведению ускорения на время свободного движения, Тау. Так как после удара скорость электрона падает до нуля, то среднее значение скорости направленного движения будет равняться половинке у максимальной. Перепишем это выражение через параметры кристаллической решетки. Подставив в предыдущее выражение для максимальной скорости выражение для времени свободного движения. Итак, мы получили выражение для ускорости направленного движения. Подставим полученное выражение в формулу 1 для плотности тока. После подстановки выражения для скорости направленного движения, выражения для плотности тока, мы получаем, что плотность тока прямо пропорциональна напряженности поля. А коэффициентом пропорциональности является удельная проводимость или удельная электропроводность. Это одно и то же. Причем здесь мы получили выражение удельной электропроводности через параметры кристаллической решетки металла. Рассмотрим теперь достоинства и недостатки электронной теории проводимости. Но прежде всего, выведенный нами закон Ома, он дает хорошее согласие с опытом. Электронная теория позволила объяснить наличие сопротивления проводника, причины нагревания проводника при прохождении тока. Она позволяла вывести законы Ома и Джоули Ленца и другие законы. А вот один из недостатков, который мы можем отметить в нашем возложении, она дает неправильную температурную зависимость сопротивления. А именно, если мы рассмотрим удельное сопротивление, то так как тепловая скорость пропорциональна корню из температуры, то и удельное сопротивление оказывается пропорционально корню из температуры, что противоречит эксперименту. Дальнейшее развитие науки, создание квантовой теории электропроводности металлов позволило устранить эти недостатки и создать более точную теорию, которая и пользуется в настоящее время. Итак, мы рассмотрели основные положения классической электронной теории, которая позволила нам вывести закон Ома в дифференциальной форме. Мы показали, как работает эта теория. Выяснили, что причина электрического сопротивления – это результат соударения электронов с ионами кристаллической решетки, которым свободные электроны полностью передают накопленную энергию. А теперь перейдем к рассмотрению закона Джоу-Ли-Ленца. Закон Джоу-Ли-Ленца позволяет определить количество теплоты, выделяющейся в проводнике за промежуток времени Т. Рассмотрим вначале, когда у нас ток может меняться во времени. Поэтому возьмем малый промежуток времени, за который ток считается постоянным. Тогда количество тепла, выделившееся в цепи за этот малый промежуток времени, будет равняться и квадрат Р на ДТ. Просуммировав все элементарные количество тепла, выделившегося в цепи за все промежутки времени от Т1 до Т2, мы получим все выделившееся количество тепла. Если мы рассмотрим постоянный ток, то мы можем записать количество тепла просто Ку равняется и квадрат РТ. И мощность, которая будет выделяться в цепи, она равна количеству тепла, выделяющейся в цепи за единицу времени. Полезную мощность, которая будет выделяться в нагрузке на активном сопротивлении, мы можем записать различным образом. Через квадрат силы тока и сопротивления, и квадрат на Р, через напряжение и сопротивление, у квадрат, деленное на Р, и через силу тока и напряжение. Известно, что мощность измеряется в ваттах. Большое значение на практике имеет рассмотрение режимов работы источника постоянного тока. К этому мы сейчас и приступим. Рассмотрим режимы работы источника постоянного тока. На представленном рисунке показана схема, где изображен источник с ЭДС Е внутренним сопротивлением Р малое и внешнее, так называемое нагрузочное сопротивление Р большое. Источник имеет постоянное сопротивление, поэтому мы будем изменять внешнее сопротивление. Итак, рассмотрим первый режим холостого хода. Разомкнем цепь, сделаем сопротивление Р равным бесконечности. Естественно, ток в такой цепи будет равен нулю, и полезная мощность тоже равна нулю. Напомню, что полезная мощность, которая выделяется в нагрузке. Теперь рассмотрим режим короткого замыкания. Когда мы сопротивление Р сделали равным нулю, внешние цепи сопротивления сделали равным нулю, ток в такой цепи будет максимальным. Этот режим называется режимом короткого замыкания. Ток в цепи максимальный, и вся мощность выделяется в источнике. Это может привести к перегреву источника и выходу его из строя. И, наконец, рассмотрим последний режим. Режим максимальной полезной мощности. Мы должны исследовать на экстремум выражение для полезной мощности. Мы записали полезную мощность как И квадрат на Р, а силу тока записали через закон Ома для полной цепи. Берем производную от П по Р и приравниваем ее нулю. Получаем, что максимум достигается при сопротивлении нагрузки, равном внутреннему сопротивлению источника. И тогда можно вычислить максимальную мощность, П максимальная, как Е в квадрате, деленная на 4Р малое. То есть выразить через квадрат ЭДС и внутреннее сопротивление источника. Мы рассмотрели с вами только полезную мощность, которая выделяется в нагрузке. Но потери мощности наблюдаются внутри источника, и они равны квадрату силы тока, умноженную на сопротивление внутреннего источника. Полная мощность равна П нулевое произведению силы тока на ЭДС. Она равна сумме мощностей, выделяемых в источнике и в нагрузке. Введем понятие КПД источника тока. КПД показывает, какую же часть от полной мощности выделяется в нагрузке. Выражаем мощности П и П нулевое через сопротивление и получаем, что КПД определяется через отношение сопротивления нагрузки к полному сопротивлению цепи. Все полученные выражения можно использовать для решения конкретных задач. Продолжение следует...